МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В частности, ради Хабиров посетил расположение одного из подразделений мотострелкового полка Башкортостан батальонов имени Менигалиша и Муратова Александра Достовалова, Салавата Юлаева. Пообщался с командованием и личным составом, ознакомился с работой операторов-беспилотников и наградил отличившихся бойцов. Я приехал в этот раз, у меня неплохие для них новости в части. Я там деталей говорить не буду. В части обеспечения все-таки более активной защиты от беспилотных аппаратов и более наступательные возможности. Поэтому это мы привезли. Я командиру сказал, что мы до конца года обеспечим бесперебойную поставку этих элементов. Попросили ряд техники. Конечно, мы должны приезжать, чтобы они видели, что республика с нами. Разумеется, каждый свой приезд. Я привожу награды государству на республике, потому что они все герои для нас. На днях из Башкортостана в зону СВО отправили 133-й гуманитарный конвой. Автоколонна состояла из 15 фур. Они доставили помощь для 16 воинских подразделений на передовой. В составе груза 22 автомобиля, медикаменты, мобильные бани, ударные дроны. В Уфе задержали предпринимателя за попытку дать взятку сотруднику ФСБ. Таким образом, он рассчитывал прекратить проверки в отношении иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, сообщили в управлении ФСБ по Башкортостану. В ходе профилактического рейда сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры на стройплощадке школы в Нефтекамске задержали граждан одной из среднеазиатских республик, которые находились на территории страны незаконно. Житель Уфы, заключивший договор субподряда на возведение данной школы, предложил сотруднику ФСБ взятку 90 тысяч рублей за покровительство до ввода объекта в эксплуатацию, а также за содействие в прекращении проверки. Расследование уголовного дела завершено. Мужчина признал вину. Трех мигрантов выдворили за пределы страны с под следующим запретом на въезд. В Стерлитамаке трое парней выпали из окна второго этажа во время прохождения квеста. Несчастный случай произошел на улице Комсомольской, сообщили в прокуратуре Башкортостана. По данным РБК ОФА, инцидент произошел вечером 31 августа в ходе прохождения квеста «Проект Фобия», принадлежащего индивидуальному предпринимателю Артуру Иванову. По данным прокуратуры, группа молодых людей пришла на квест в 11 часов вечера. В процессе выполнения заданий молодые люди выпали из окна и получили различные травмы. Двоих госпитализировали. Надзорное ведомство начало проверку, в ходе которой даст правовую оценку действиям организатора квеста, в том числе по обеспечению безопасных условий пребывания граждан. 234 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки отгрузили аграрии Башкортостана с января по сентябрь на внутренний рынок страны. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора. 4 396 партий отправили в 16 регионов Алтайский, Краснодарский и Пермский края, Татарстан, Оренбургскую, Свердловскую, Челябинскую и ряд других областей. По данным ведомства, поставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 30%. С января по сентябрь 2023 года было оформлено более 5,5 тысяч карантинных сертификатов на 333 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. Снижение объемов поставок вызвано достаточно суровыми погодными условиями текущего 2024 года. Безусловно, есть необходимость засыпать семена нашим сельхозтоваропроизводителям. Это также оказывает достаточно сильное влияние наше сельское хозяйство Республики Башкортостан. В полной мере обеспечивает население в продуктах питания, промышленность сырьем и, так скажем, животноводство кормами. Поэтому ситуация на самом деле очень, так скажем, ровная. И, так скажем, будем ожидать на будущий год возвращения тех позиций, которые у нас были на внешних рынках. Большая часть поставок в этом году пришлась на пшеницу 124 тысячи тонн, ячмень 58,5 тысяч, семена подсолнечника более 18 тысяч тонн. Также аграрии поставляли овес, рапс, кукурузу, горох, шрот и крупы. Вся подгарантинная продукция прошла исследование в лаборатории. В Башкортостан поступило почти 1 миллион 200 тысяч доз вакцин от гриппа, закупленных за счет федерального бюджета на 220 миллионов рублей. Из них 616 тысяч доз поступили накануне. Сейчас их распределяют по медорганизациям, сообщил заместитель министра здравоохранения Елена Галимулина. Из республиканского бюджета выделили порядка 2 миллионов рублей, на 770 тысяч закупили вакцины от гриппа, на прививки от ковида направили 1 миллион 200 тысяч рублей. В общей сложности в республику поступят порядка 5,5 миллионов доз вакцин. Они российского производства, подготовленные к ожидаемому штамму. Для профилактики у нас используется в этом году вакцина от гриппа, совигриппа и флюем. Ну и соответственно для определенных категорий граждан они распределяются. Флюем она более такая ослабленная. Для категорий граждан, которые имеют несколько заболеваний, имеют пониженный иммунный статус, поэтому используется более ослабленная вакцина. Привить планируется не менее 60% населения для выработки коллективного иммунитета. Это почти 2,5 миллиона жителей. Право на бесплатную вакцинацию имеют воспитанники детсадов, школьники, студенты, пенсионеры, работники сфер образования, медицины, ЖКХ, транспорта. В аптеке вакцину от гриппа можно приобрести примерно за 500 рублей. И мы призываем работодателей за счет сроков всех собственных средств закупать вакцину и перевивать свои коллективы. Мы отмечаем для работодателей здесь не только защита, в основном защита своего работающего персонала и сотрудников, но и здесь экономически это выгодно работодателю, потому что чем больше коллектив болеет, тем, конечно, больше теряет предприятие. Главный санитарный врач Анна Казак предупредила, Башкортостан уже вступил в эпид-сезон. За прошлую неделю медики зафиксировали более 1 тысячи новых случаев заболевания острыми респираторными инфекциями. По республике заболеваемость увеличилась на 8%, по России цифра выше – 8,5%. Грипп ни у одного из жителей Башкортостана пока не диагностировали. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что еще не завершился сезон активности клещей. В неделю обращается до 100 человек с укусами насекомых. Специалисты также напоминают о повышении риска заражения мышиной лихорадкой с наступлением осени. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.